Снежные люди также известны как Йети или Абаминабельный снежный человек. Являются частью легенд и мифов многих культур, особенно в Гималаях и других горных регионах мира. И вот несколько интересных фактов о снежных людях. Снежные люди встречаются в мифологии различных культур, таких как тибетская, непальская, бутанская и индийская. Описание снежного человека варьируется от высокого и пушистого до более человекоподобного существа. В течение многих лет сообщения о встречах с снежными людьми поступали из горных районов мира, включая Гималайские горы, Сибирь, Северную Америку и другие. Однако, большинство наблюдений не подтверждены независимыми источниками. Несмотря на многочисленные домыслы и поиски, научное сообщество не обнаружило убедительных доказательств существования снежного человека. Многие исследователи считают, что рассказы о снежных людях могут быть объяснены мифологическими представлениями, ошибками восприятия или наблюдениями реальных животных. Некоторые люди считают, что снежные люди могли быть связаны с вымершими видами человекообразных животных. Допустим, как обезьяны. Таких, как джиганта Фитекус, который жил в древние времена и мог оставить следы своего существования в легендах. Легенда о снежном человеке стала частью туристического привлечения в некоторых регионах, таких как Непал и Тибет. Это также стало частью культурного наследия и традиции местных народов. Снежные люди продолжают привлекать внимание и вызывать интерес как в научном сообществе, как и среди любителей загадок и мифов. Независимо от реальности их существования, легенды о снежных людях продолжают вдохновлять истории и исследования. Особенно примечателен тот факт, что слухи о таинственном снежном человеке ходят не одно столетие, а в качестве доказательств его существования приводятся многочисленные фото, клочки шерсти, отпечатки следов. Но предъявить самого снежного человека пока не удалось никому. А ведь это помимо научного значения дает возможность хорошо заработать. Так, например, общество криптозоологии штат Аризона назначило щедрую премию. Тот, кто сможет доставить ученым труп снежного человека, получит 100 тысяч долларов, а за поимку живого экземпляра вознаграждение составит целый миллион долларов США. Долгое время ученые считали, что если снежный человек и существовал когда-либо, то он давно уже вымер. Но в 1921 году английский альпинист Говард Берри во время экспедиции на Эверест заметил на горном склоне огромные следы, которые по своим размерам никак не могли принадлежать обычному человеку. Индейцы племен Хуна и Юрок утверждали, что в 19 веке на территории Калифорнии они часто встречали огромных человекоподобных существ, покрытых густой белой шерстью. Они называли их патонами. Но в середине 19 столетия здесь были обнаружены огромные залежи золота. Сотни тысяч охотников за удачей приехали со всего мира в Калифорнию. По утверждению индейцев, патоны, напуганные таким количеством людей, ушли в более безопасные места. Есть легенда о том, что в 1890 года два огромных лохматых чудовища напали на американский шахтерский поселок, расположенный на берегу реки Четка. Они захватили запасы продовольствия, а на месте трагедии были обнаружены трупы трех шахтеров. Вес каждого из чудовищ, по воспоминаниям очевидцев, составлял не менее 300 килограмм. В 1967 году американцы Роджер Паттерсон и Боб Гимлин предоставили видео, на котором был изображен снежный человек. Съемки были сделаны в Калифорнийском национальном заповеднике. С тех пор прошло более 50 лет, но споры среди исследователей не утихают до сих пор. Они уверены, что это бесспорное доказательство существования снежного человека. А другие же утверждают, что съемки постановочные. Долгое время советские ученые серьезно относились к возможности существования снежного человека. Например, в 1957 году в Академии наук состоялись даже заседания, посвященные этому вопросу. Была выдвинута версия о том, что снежный человек может обитать в районе Памира. Туда отправились в экспедицию несколько людей, перед которые поставили задачу. Если снежный человек действительно существует, то он должен быть обнаружен в Советском Союзе. Но после небольшого времени поиски снежного человека были полностью прекращены. Хотя некоторые ученые и продолжали втайну работу в этом направлении, но уже без всякой поддержки государства. Несмотря на то, что поймать живого снежного человека ученым так и не удалось, они выдвинули предположение, что продолжительность его жизни значительно выше, чем у обычного человека и составляет примерно 250-300 лет. Также существует несколько десятков предполагаемых биологических образцов кожи и волос снежного человека, предоставленных исследователями со всех концов света. Многие из них прошли экспертизу ДНК и оказалось, что 34 из них принадлежали существующим животным. Люди, лошади, коровы, волки, собаки, эноты и даже медведи. А два вымершему под виду полярного медведя. Известный уфолог Борис Аполлонович Шурынов выдвинул интересную версию. По его мнению, снежный человек является представителем инопланетных цивилизаций. Впрочем, некоторые скептики заявляют, что никакого снежного человека просто не существует. Чаще всего его видят высоко в горах. А это обычные галлюцинации, вызванные длительным кислородным голоданием. Субтитры создавал DimaTorzok